Сейчас небольшая пауза и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Проехать перекрестки по всем правилам и оказать первую помощь. Областной конкурс «Безопасное колесо» прошел в Кирове. Помочь нуждающимся. Акция по сбору вещей стартовала и проходит в Ленинском районе. Участвуют профессионалы и любители турниров по компакт-спортингу прошел в Вятских Полянах. Это «Давичи» и мы продолжаем. Автогородок, фигурное вождение и творческое задание. В Кирове сегодня прошел конкурс инспекторов движения «Безопасное колесо». Принять участие приехали школьники со всей области. Как проходили испытания и что ждет победителей. Об этом наш сюжет. Проехать перекрестки по всем правилам дорожного движения, припарковаться и точно сориентироваться в дорожной ситуации. Это испытание «Автогородок». Участница конкурса инспекторов движения «Безопасное колесо» Соня Рылова прошла за три минуты с небольшим. Хотя по условиям конкурса на эту дистанцию каждому участнику отводится пять минут. Своим результатом школьница осталась довольна. Главное быть внимательным и соблюдать все правила сигнала светофора. Фигурное вождение велосипеда – еще один этап конкурса. Одним из первых его прошел участник из села Бобина Слободского района Денис Каковихин. Здесь нужно было проехать змейкой, преодолеть препятствия и развернуться в гараже. С испытанием Денис справился успешно и надеется, что его результат поможет всей команде. «Нас определили как самых умных в школе. И вот нас взяли и мы приехали побеждать». А вместе с Денисом и его командой за победой приехали еще 44 отряда юных инспекторов из разных уголков Кирова и области. Кроме автогородка и фигурного вождения, участники показали свои творческие номера, а также сдали экзамены на знание правил дорожного движения и на умение оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Все эти навыки, отмечают организаторы конкурса, обязательно пригодятся детям и в обычной жизни. «К сожалению, в этом году на территории Кировской области наблюдается небольшой рост детского дорожно-транспортного травматизма. На сегодняшний день в автомобильных авариях пострадало более 100 детей, 4 ребенка погибли. Из них практически каждое второе ДТП произошло с участием пешеходов. В 16 случаях пострадали дети-велосипедисты». Для того, чтобы научить детей вести себя на дороге, проводится ежегодно этот конкурс. Продлится он один день. И по итогам судьи выберут двух лучших участников – мальчика и девочку, а также определят команду победителя, которая представит Кировскую область на безопасном колесе всероссийского масштаба. Этот конкурс пройдет уже в следующем году. Надежда Шабалина, Елена Шарыгина, Николай Шихарбеев. Бюро новостей Довича.